Шумбрачи Вечки Вейкси Алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат Раф и я ее ведущая Татьяна Родионова. Трудно переоценить значение устного народного творчества для формирования национального самосознания и сохранения национального культурного наследия. Знание и понимание фольклора позволяет человеку помнить традиции своего народа, помнить обычаи, идеалы своего народа и его историю. Устное народное творчество – кладезь народной мудрости, источник нравственности и духовности. В нем есть все – и красота человеческих отношений и меткость народного слова и выразительность образов. Эрзианское народное, поэтическое творчество – неотъемлемая часть традиционной народной культуры эрзиан. Мордовский народ всегда имел талантливых творцов и исполнителей песен, сказов, преданий, искусство которых отличалось высоким мастерством. Большая работа по собиранию, изучению, публикации фольклора помогла выявить талантливых сказителей, исполнителей народной песни. Некоторые из них стали известны всей стране. Например, Ефимия Кривошеева известна своим исполнением жанров плача и сказа. Она стала первой мордовской сказительницей советской эпохи. Или Фекла Беззубова, которая исполняла и создавала сама большое количество произведений, в том числе и новых жанров. Творчество выдающихся сказительниц Кривошеевой и Беззубовой оставило яркий след не только в нашем национальном, но и во всем сказительском искусстве России. Их наследие достаточно хорошо изучено. Одной из прямых наследниц и продолжательниц традиций, заложенных этими сказительницами 20-30-х годов прошлого века, стала Серафима Люлякина. Ее называют «жемчужиной в ожерелье мордовского фольклора». Серафима Марковна Люлякина – ирзианская сказительница, заслуженный работник культуры Мордовской ССР, лауреат государственной премии Мордовской ССР, лауреат областных, всероссийских и всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества. Творческая индивидуальность Люлякины имеет двойную природу – сказительную и литературную. Серафима Марковна – автор множества сказов, баллад, стихов, басен, пьес, песен, частушек, которые публиковались на страницах республиканских и районных газет, журналов. В коллективных сборниках и антологиях выходили ее отдельные издания. Серафима Люлякина – наша современница. Она жила и творила до 90-х годов XX века, и это сказалось на ее творчестве. Она была грамотной, сама записывала песни, в отличие от сказителей прошлого. У нее свои темы и собственные художественные образы. Но как и сказители прошлого, Люлякина творила по образу и подобию народной поэзии. Ее сказы, песни, стихи во многом близки как фольклору сказительского творчества, так и авторскому литературному творчеству. Люлякина оставила большое рукописное наследие. На основе творчества Люлякиной созданы многие книги о фольклоре и культуре ирсянского народа. Ее песенный жанр используется многими фольклорными коллективами. Ее первая книга «Моронь Гайдь. Песенный звон» была издана в 1982 году, а в 1983 году сборник был удостоен диплома первой степени на международной книжной выставке. Отдельные издания автора выходили в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Люлякина в своих песнях могла передать читателю или слушателю всю прелесть и красоту природы ее родных мест. А родилась она в далеком 1922 году в селе Нижнее Ягодное Самарской области в многодетной крестьянской семье. С детства знала много песен, пробовала сочинять сама. В детстве у Серафима обнаружили чистый от природы хорошо поставленный голос и хороший слух. Она обладала отличной памятью, быстро осваивала песенный репертуар односельчан и легко запоминала слова и мелодии услышанных песен. Большое творческое влияние на девочку оказала ее бабушка Анисия Ефимовна, которая тоже славила своим песеносказительским мастерством. От нее Люлякина переняла весь репертуар, умение петь и складывать песни. Серафима с детства выступала в клубе, участвовала в детских смотрах художественной самодеятельности. Талант Люлякины был замечен, ей советовали учиться музыке, поэзии, однако осуществить это не удалось из-за материальных трудностей. Несколько лет Серафима Марковна была художественным руководителем сельского дома культуры. Здесь она широко пропагандировала устное народное творчество своего народа. Ее песни звучали не только со сцен сельских клубов и дамов культуры, но и по радио, телевидению. Неоднократно сказительница выступала в Центральном доме литераторов в Москве, а также в Эстонии, в Чехословакии, Финляндии. Серафима Люлякина и автор, и певица, и композитор, и режиссер яркого сценического действия, в которое она талантливо вплетала все виды народного творчества – песню, элементы народного танца и народного театра. В этих спектаклях все для Серафимы Марковны было важно, начиная от слов и мелодий песен, которые она сама сочиняла, и заканчивая национальным костюмом, в котором сказительница выступала. Каждое ее публичное выступление было своеобразным маленьким спектаклем. О ее творчестве говорят. Она чувствовала мордовскую песню так, как способен на это лишь родившиеся под ее звуки, кто сам ее поет, кто слушает и создает ее. ПЕСНЯ Гость нашей студии сегодня преподаватель родного эрзианского языка Егор Кижаев. Здравствуйте! Егор! Здравствуйте, Татьяна! Егор, скажите, насколько значимо творчество Серафимы Люлякиной для эрзианской литературы и эрзианской культуры в целом? Серафима Марковна Люлякина внесла очень большой вклад в мордовский язык для мордовского народа. Ее стихи, я думаю, это лучше, что видел мордовский народ, потому что они очень легко читаются, очень легко запоминаются как детям, так и взрослым. Я думаю, не зря у нее получаются такие прекрасные стихи детские, загадки. И у нее даже еще такие есть смешные стихи разные, пишет, писал точнее. Я думаю, у нее получаются такие прекрасные стихи, потому что у нее самой было много детей, она знала, как с ними общаться, например, и знала, что нужно детям, например, что нужно, чтобы они читали эти стихотворения. И я очень часто привожу в пример на своих уроках эти стихи, и детям очень нравится, при том они очень легко переводятся. Также я выделяю целый урок для Серафима Марковна Люлякина, чтобы узнать больше о ней. То есть мы изучаем ее биографию с детьми, чем она занималась, почему не получались такие красивые стихотворения. Слушаем ее песни, потому что у нее есть еще много песен. Также читаем сказки их, то есть целый урок проводим про Серафима Марковну Люлякину, рассказываем, и детям это очень нравится. В Саранске в августе проходил Всероссийский съезд финно-угорских народов. Я знаю, что вы были в составе делегации от Ульяновской области. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях, и что вы как преподаватель и учитель ирзянского языка взяли на вооружение после поездки? Да, мне повезло побывать там. Я очень рад, что меня туда пригласили. Ну и также сами проекты были тоже прекрасны. Я выделил для себя там несколько проектов, которые некоторые даже буду использовать на уроках. Это, например, буду использовать на уроках такой проект, как школа мордовских языков. Это сделали как раз в Саранске, Мордовское государственное педагогическое университет, в котором я как раз учился. В чем суть этого проекта? Обычные студенты филологического факультета пытаются на простом языке рассказать про мордовский язык, то есть переводы слов, например, как легче его учить детям. То есть это для детей очень легко тоже дается, и которое можно использовать на уроке. Еще мне понравился проект одного педагога. Она бросала кубики, и то есть, например, на урок также она бросала кубики, и должны, дети должны были собрать из этих кубиков слова, то есть на этих кубика были буквы, причем старинного языка, их языка, и должны были из этих букв собрать слова, и потом дальше перевод. Вот это тоже хочу сделать у себя на уроке, в Aurizansk языке, конечно, русские буквы, постоянные буквы русские, поэтому, думаю, им тогда же будет удобнее, то есть из этого составлять слова даже хоть русские, а потом делать перевод на ерзянский язык. Либо, наоборот, кто-то знает хорошо ерзянский, делать с ерзянской, составлять ерзянские слова и потом делать перевод на русский язык. Сегодняшний выпуск продолжит наша новая рубрика «Профессионал о секретах языка». И слово мы предоставляем Егору Кижаеву. Сегодня я бы хотел рассказать про имена числительные на ерзянском языке. Думаю, это очень интересная тема, как для меня, так и для многих. Имена числительные, без них, мне кажется, мы сейчас никуда уже не денемся без чисел вообще. То есть они везде нам нужны. И в разных науках также нужны числительные. Имена числительные в мордовском языке, как и в русском, схематически очень похожи, составляются примерно так же. Так же и в ерзянском языке. Веке 1, Кафта 2, Колма 3, Ниле 4, Вете 5, Кото 6, Си 7 7, Кавкс 8, Вексе 9 и Кемень 10. И также Ки, Веке, например, 11. Ке от слова Кемень берется, начало Ке, потом плюс Вейке, Ке Вей, Ке Е. И получается 11, например, и так далее. А дальше у нас идет, например, 30, это Колон Гемень, Нилен Гемень, то есть также идет от начала, как от 1 до 10, и также считаем. То есть в конце добавляем только Кемень, то есть 10. А вот, например, числа 21, 22, там они тоже очень легко. То есть главное нужно запомнить десятки. Например, 20, как я уже говорил, будет Комсь, Комсь, Вейке, 21. Но еще, например, на уроках у меня дети некоторые спутаются, например, Вейкса и Кавксу, то есть 9 и 8. Я придумал такую методику, как им легче запомнить. Например, Кавксу это 8, и вот Кавксу и Вейкса они путаются, Кавксу это 8, а еще это похоже на число Кавто, 2. Кавто и Кавксу. То есть как их легче запомнить? Например, 10 минус 2 будет 8, то есть Кемень минус Кавто, Карми, Кавксу. То есть Кавто, Кавксу сочетаются. И то есть именно так легче запомнить. Ну и также с числом 9. То есть Кемень минус Вейке, Карми, Вейкса. Так ведь? Я также провожу игру, например, Zero Классу. Сколько в классе? И показываю, например, какие-то предметы. Например, сколько парт в классе? И они считают сначала и потом говорят на бордовском языке. Сколько, например, парт в классе? Сколько цветов? Сколько окон? Сколько также детей? Например, сколько учителей? То есть всякие предметы или людей они считают и отвечают. То есть им это очень нравится, такая игра. Также я использую число в считалочке, например, на физминутки для детей начальных классов. То есть нужно проводить физминутки, поэтому, например, там веки, кафто, колманили и так далее. То есть до 10 они проводят читалочку так, и детям тоже это очень нравится. Егор, скажи, пожалуйста, а ты открыт, готов ли ты к новым методам образования рязианскому языку? Да, конечно, я готов и открыт к этому. Но так как я только работаю в школе два года, думаю, дальше будет больше. И за два года, я думаю, уже многое сделал как для себя, ну, и так и для школы, так же и для детей. То есть уже больше хотят заниматься мордовским языком, уже больше разговаривают мордовским языком дети. И самое главное, им это нравится, и я думаю, дальше буду продолжать развивать свой родной рязанский язык. Спасибо большое, Егор, за яркие впечатления, за проведенный урок. И я надеюсь, что мы еще не раз встретимся у нас в студии. А сегодня мы прощаемся с вами. Напоминаю, что наша программа выходит по пятницам на телеканале Оллправда ТВ. И в записи вы всегда сможете ее посмотреть на сайте Оллправда.ру. До свидания. Вас Томазанок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...